Эти зеленые разметки на полу продуктового магазина, возможно, войдут в учебники новейшей истории. Впервые таким образом людям напоминают о дистанции в полтора метра, с целью снизить распространение инфекции. По словам директора магазина, это правило покупатели пока еще соблюдают с переменным успехом. Приходится напоминать. Ну не привыкли еще, возможно. Возможно, это... Будем надеяться, что... В целом соблюдают, да? Да, да. Ну, куда? Хотя я считаю, что могли бы посидеть дома. Домашняя изоляция – это еще одна рекомендация правительства Московской области. Власти обязали жителей региона покидать квартиры лишь в необходимых случаях. При обращении за экстренной медицинской помощью, поездке на работу или выгуливании домашних животных. Не возбраняется поход в ближайший банк и салон связи, вынос мусора и посещение продуктового магазина. Этим правом люди охотно пользуются. Как стараетесь соблюдать карантин? Что делаете, что выполняете? Меньше выходить на улицу. По словам продавцов, с начала карантинных каникул число покупателей значительно увеличилось. И все же, судя по количеству продуктов на прилавках, проблем с продовольствием нет. Соблюдению гигиены также уделяют пристальное внимание. Ну, во-первых, у нас ежедневный четырехразовый контроль температуры у продавцов, чтобы не было температуры, чтобы хорошо себя чувствовали. Во-вторых, все продавцы находятся в масках, обязательно дезинфекция у нас происходит. В торговом зале она происходит два раза в день, это минимум. Поверхности там, где люди касаются, это происходит, ну, фактически каждые там 20-30 минут. А вот в аптеках народу поубавилось, говорят фармацевты. Сегодня прям мало людей. По всей видимости, люди успели приобрести все необходимые противовирусные препараты в предыдущие две недели. Впрочем, весь ходовой товар сегодня есть в наличии. Нет только масок. Противовирусные разбирают? Были, так и есть. Берут, но они у нас не заканчивают. Сегодня в Подмосковье власти бросили все силы, чтобы остановить распространение коронавируса. Помимо контроля за соблюдением режима самоизоляции, в ряде городов открыты дополнительно порядка полутора тысяч инфекционных коек. Продолжается закупка оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, а также костюмов и защитных средств для медицинского персонала. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.